я хочу показать вам на же или не любит конфеты какие-то там она не ест но она очень любит и те вкусности которые только я в украине видела вот такого плана так как знаете как сушеные фрукты эти сейчас я вам покажу вот видите веган написано это фруктовая конфета яблоко-малина вот это здесь яблок состав яблоко-малина и сахар и сахар есть конечно но бывают вот кстати такого же плана но они пластинками тоненькими они без сахара но и пластинками не очень нравится есть это такая как палочка очень я вам скажу что очень классно и очень нравится они очень разных вкусов видите вот да она только что съела она вот так выглядит вот там просто вот это попалась какая-то очень твердая обычно они мягкие так это дам уже этот кусочек чтобы надоело доченька а тебе еще на бери в ручку куш вот она его вот так грызет вот этот твердый просто обычно они очень мягкие еще она очень любит вот эти чудо-чадо это украинское тоже производство они стоят 50 центов просто фруктовая такое пюрешка это вот завод очень известный одесский консервный завод детского питания и они еще производят соки только детские вообще и именно вот эти ей нравится хотя он обычно раньше не сильно так на она за один раз вот это съедает а эти печеньки и так и не зашли пока что не просто очень сухие и они неплохие ну как-то не подходят зато она очень любит вот эти к чаю где кстати печенье еще со времен моего детства такие были просто такие печеньки дешевые очень не стоит наверное 20 центов не знаю но вот эти и понравились хотя мы вообще не собирались просто случайно дали еще покажу леденцы я и сейчас не даю потому что она их не хочет есть целиком один раз она только на улице когда нас угостили она якобы там съела потому что смотрела на мальчика соседского а так она их кладет где-то вываливает вытирает ими двери ну вот они без сахара вот разные тоже вкусы и детям нравятся можете покупать на и кербе вот такие конфетки ой молодец и виду вообще как ты подлетаешь круто давай теперь я ваши своими то все выразил что управляет вниманием зрителя звук . звук у нас контрастные объекты меня тут съемка важно его вы Machine фишка как как это, в старорусских сказках было, помнишь? А там была вечно такая страшная, чтобы ваёшка посадила на лопату детей и в печь посадила. Господи, кто это придумал? В старорусских сказках всё время так на лопату детей в печь. Господи, это ж, не знаю, маньяк какой-то писал. Слушай, мы как взрослые это можем оценить, а вот для детей это просто, ну, не знаю, сказка и всё. Все эти сказки и мультики, они с жестокостью и с каким-то насилием, где волк бегает за зайцами и прочее, прочее. Это не старорусская сказка, где волк же, это старосоветская сказка. Волк бегает за зайцами. Старорусская сказка. По-моему, в печку сажали пирожок, колотка какого-то. Никаких детей в печку не сажали, не знаю. Это как-то очень жестоко, очень страшно. Нам писали, что я фукаю ребёнку, но я в самом деле вызываю этим словом. Я не фу, не говорю какую-то команду, как собаки. Да просто как бы фу, это литературное слово, оно означает как бы отвращение, ну, то есть просто неприятно. Я говорю фу, чтобы она понимала, что вот фу, это просто что-то плохое, а не ей команда фу. Поэтому вы как бы тоже не пишите каких-то глупостей, потому что я могу говорить грязь, мусор, как он. А фу, это как просто чувство отвращения. Да, скажем так, скажем так, у нас есть собака, и мы собаке фу не говорим. Ребёнку говорим, мы не говорим, что собака у нас фу не понимает. Нет, она не знает. Нет, нет, и какого фу. А фу, это просто в данном случае это чувство отвращения, поэтому и фу. Машина едет. Эви, смотри, машина, туда нельзя. Опасно. Эви, машина опасна. Эви, машина, сводка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они похожи на осликов И они умеют разговаривать И там начинается фильм с того Что продают ребенка От мамы забирают и продают Кому-то насильно И они оба плачут И я так стала плакать Мне так стало страшно Я так прониклась Что вот такие вот котики Это дети И как это действительно Знаешь, такая параллель Просто на жизнь Что вот рабство было Что детей продавали У матерей забирали А это же такие котики Это же, ой, сейчас опять плакать будут Прям невозможно представить Ширкового котика Забрали у тебя Так, котик Так она макаронки любит, да? А здесь все, что она любит И сыра, кусочки, и макаронки Шкурочка, выброшу Молодец, Явечка Что ты положила на тряпочку Молодец, это правильно Все, все, все Это я выброшу Выброшу Давай я тебе другую дам тряпочку Давай ты ручки О, молодец Оторвала Сейчас я покажу Покажите Купила Элечке вот такую игрушечку Типа как киндер Но такое что-то Непонятно О, мы будем учиться это открывать Никогда этого не делала раньше Давайте посмотрим, что же там Как же это интересно Вот такая бубочка у нас отошла Бубочку надо выбросить Смотри, нужно прям силы приложить И пальцы должны быть ловкие-ловкие И сейчас нам пришли две посылки И после этого я пойду их забирать Там, наверное, наши люстры Лялечка Я думала, что так Это бисквитик с печенечкой С какой-то помазкой Да, попробуем покормить ляльку Ну да, но ей Ляля нравится И там Ляля Хотя я думала, что там Ляля, да, вот Вот такой Боже, я вам скажу Такая страшная лялька Ну, что делать? Ну, что делать? Наверное, страшно Ты знаешь, она-то страшна-страшна Но если это не... Просто у нее, понимаете, глаза потерялись Смотрите Да, на Евичке нравится Да, на Евичке нравится Волосы очень красивые А глаза... Чуть-чуть съехала, видимо, машина Когда делала Слушай, ты знаешь, что не выводная Евровая карточка платит? Там очень большой курс Там очень большой курс Это ложка Подожди Что у них вот это держатель? Это такая же, как в киндере, но я никогда не понимаю, где держать Короче, очень невыгодный курс, если расплачиваться Мы все время теряем Нам надо как-то придумать Но если есть наличка, то лучше наличкой платить Короче, там 37 гривен курс Ты понимаешь? Это ужасно Это очень дорого Что ужасно? Вот это? Почему? Ты же Эви не дала даже Что это за мини-бургеры какие-то? Никто не обрешает, что это вкусно Короче Карточка расплачивается очень невыгодно Если у вас карточка в валюте А вы платите всем гривны Вот такая лялечка На тебе Все, я сейчас пойду У нее, наверное, тапочки снимаются А я сейчас У нее такая юбка, конечно, смотрите Папа Я думала, там будет животное Животное Так, пошли-пошли-пошли На кухню варить борщ Он должен, я не знаю Ты будешь это? Хочешь посмотреть, что это такое? Ты можешь без палочки Взять вот эту одну штучку Да? И попробовать Ну попробуй эту, давай Ты ее не играйся А кушай ее Денечка, ты мне хочешь? Спасибо Все, я забираю Иду на новую борщу У нас сегодня пасмурно Немножко Так, на дождь собирайся Мы только что хотели Идти гулять Но там очень большие Сильные такие Тучи синие Поэтому я жду Либо они уйдут Либо дождь пойдет Я не против дождя У меня Опять волос С волосами Не против дождя Я вам сейчас покажу Лампу, которую мы купили Заберу их сначала сюда Потом отнесу попозже На ту квартиру Вот это наше окно с подъезда Видите? Покажу Какое небо у нас И ветер поднялся Поэтому мы сейчас не пойдем Я не против Чтобы дождь пошел хороший Ну я говорила вам Что люстры мы получили Вот две люстры одинаковые В проходную и в спальню С диммером У нас раньше никогда не было Люстр с диммером Поэтому Нам очень интересно Посмотреть их действия Посмотрела За сегодня Наши работники Почти ничего не сделали Поэтому я ничего не снимала Ну Видимых Каких-то изменений не было Теперь ждать уже Следующую неделю Потому что праздники Первое мая Завтра и выходные Вот Ира Что-то кушает Ничего там Ну потолок в гардеробе поставили Так особо ничего не было Ну там наверное ничего Особо сейчас пока не сделать Я так понимаю Они Пол будут делать Не знаю Мы вынесли Велосипед Тот который купили Знаете Она На него ноль внимания Она села Посидела Ногами крутить не умеет И все И побежала Вот ей как-то Неинтересно пока Она хочет бегать Она не понимает Что с ним делать Ей кстати Беговил Наверное бы зашел Потому что она Ногами пыталась Перебирать А ей колес Задние мешать Вон там она Она бегает Где-то Ку-ку Ну все Вот так вынесли Этот драндулет И он стоит А мы уже сегодня гуляли Утром А сейчас мы вышли Чтобы она перед сном Набегалась Потому что она уже Две ночи Очень плохо спит Первую ночь Она просто заснуть Не могла Очень долго Я даже не знаю Сколько было времени Потому что Специально не смотрела На время Она меня В панику Вгоняет Когда очень Поздно Мы ложимся Ась Вчера Она Бегла спать В девять И проснулась Среди ночи Я тоже Не знаю Сколько было времени Ну там В соседнем доме У некоторых Горел свет Но я чувствовала Что вот Уже поздно Очень Может час Может два Неизвестно Короче И она Где-то Так Час Тусовалась Бегала На кухню Хотела Играть И потом Заснула Слава Богу А то я боялась Что она до утра Спать не будет Вот сейчас Мы ее Выгоняем Выгуливаем Чтобы она Выбегалась Она так Бежит Смешно Туф-туф Иду Потому что Завтра У нас дела Много Дела И нам нужно Выспаться Эви И ты все время Открываешь Эти коробочки Их она же Знает Что туда Нужно Сейчас как Вода Пырснет На тебя Эви Нельзя А ну Закрывай 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 Опасно Мне страшно Ну какой-то Мусор Или мышь Или что это Такое Доховое Все шоу Водна Там может быть Идем Мы короче С Ирой И смотрим Ноги Без Стуловища Без Головы Мы такие Так Испугались Еще даже Ботинки Тут есть Там правда Нет человека А то Кажется Что есть Они же Что-то Еще Напихали Что реально Выглядит Как будто Ноги Типа Что-то Напихали Люди Что-то О Улитку Поставили Улитки Не было Еще Котика Здесь Посадили Я Витька Буз Довольна Была Короче Я Хулиганила Бегала По площадке Нас там Мужчина С окна Кричал Нам Чтобы Мы ушли А мы Что Ну мы Ее Как бы Забрали Но Чуть Мы дали Ей Возможность Побегать Она Особо Не Пользовалась Теми Снарядами Всеми Этим Детскими Потому Что Они Обмотаны Я Просто Побегала Ну Понятим Мы Понимаем Что Это Нельзя Делать Но Мы И Ее Не Велиться Ле Направлено На Эту Площадку Просто Она За Ручку Не Ходит Как Другие Детки Она Вот Ломится Бежит Куда Ей Хочется Всю Следовать И У Нее Понимаете Она Вообще С детства Такая У нее Еще Сейчас Такой Этап Развития Что У нее Здесь На улице Для нее Все новое Вы знаете Вот У нас Получается Что Она Ходить Начала Год и Две Недели Но Потом Очень Долго Еще Расхаживалась Очень Долго Мы Когда На море Поехали В Ноябре Осторожно Машина Она Еще Там Плохо Ходила То Это Уже Была Зима Почти Очень В комбинезоне Гуляли Но Ей Было Очень Тяжело Гулять И Получается Что Для нее Это Первая Вот Такая Возможность Побегать Ногами По Земле По Травке Это Первая Такая У нее Весна Она Только Начинает Вот Она Сейчас Был Карантин Еще Есть Но Получается В марте Мы Начали Только В общем Мы Приехали Сюда Получается 25 26 Февраля И Она Очень Мало Двигалась На улице Поэтому Ей Все Очень Интересно Она Так Себя Ведет Именно От Того Что Для Ни Это Все Новое Когда Она Все Это Уже Узнает Рассмотрит Потрогает Она Я думаю Будет Поспокойнее Ходить Передвигаться Но Сейчас Ее Очень Трудно Поймать Она Нас Не Замечает Вы Знаете И Дети Вот Гляд Где Мама Где Мама Она Дома Ходит Хвостиком Я Уйду Она Сразу Мама Мама А На улице Нет Вообще У нее Нет Такого Чтобы Мама Куда Ушла Пропала Нет Ой У нее Потерялось Господи Где Мультик Этот Сейчас Начнется Ой Девочка Я не понимаю Как это Возможно Нет На улицу Не выходила Соня Говорит Я Тогда На улицу Не выходила Как Назад И Заводитель Как Заводить А как Ты Нас На пятый Этаж Поднимала Ну Как На Руках У нас Эйвин На Руках Не Разрешает Себя Не Себе Она Начинает Кричать И Вырываться Только Если Мультик Ей Включить Тогда Она Может Не Заметить Что-то Ее Не Прошу Она Сильно Будет Увлечена А у Вас Не Было Мультиков В Советском Союзе В Подъезде Смех Немножко Сто Ножками Поднималась Вот Видишь Мама Вот Так Будет Продолжаться Не Известно Сколько Я Когда Немножи Страшно У нее Чтобы Сотрясения Мозга Не Было Что Ты Придумал Сотрясение Мозга Придумал У нас сегодня очень хорошая погода При этом шел дождь Но мы вот сидим в футболках Видите Тепло Хорошо Сходили в магазин Купили Овощи Замороженое Мясо Будем делать суп Вот А я утром проснулась Пошла собаку вывезти Дала ей таблетку А дали Стоп Потому что Ей нужно делать Прививку От Бешенства Уже скоро Через две недели И нужно до этого Прогонять листом Чтобы прививка Была эффективной Потому что Если есть листы Она неэффективная Ну Не знаю Так нам говорили Еще рано В детстве Когда она маленькая была Короче Прогонять Там таблетка Такая В виде косточки Я ей дала Она с удовольствием Ее сожрала То есть Вообще Проблема Потом Я ее повела В туалет И она написала В подъезде И она мне так Испортила настроение У меня уже От этого карантина Уже каждый день Какая-то Нервозность И раздражение Еще из-за того Что нам ремонт Никак не сдадут Мне тоже хочется Побыстрее туда Уже пойти Там все делать Вот И мне тоже Вот это все Начинает накапливаться Накапливаться И собака Так меня взбесила Села Лучше так никогда Никогда не делал Второй раз Вот такую лужу Сделал И испортила У меня настроение На весь день Наверное У меня его нет Просто Хотя Ну все хорошо Просто гулять Просто гулять Потому что Размыто Отпуск возьмем Они живут И дикие кабаны Да И там еще есть Какие-то Утки И курицы Там Кролики Короче Понимаете Карантин Вроде сидишь дома А отдыха нет Морально Как-то Устаешь Поэтому Хочется Именно Отдохнуть Чувствовать Что ты свободен И не боишься Что там Какого-то Вируса Можешь нормально Гулять На площадках Детских Вот это еще Детские площадки Тоже Так вот Это раздражает И Напряжение Это растет И растет Сидишь дома Как в тюрьме Знаете Когда нет детей Мне кажется Легче Потому что Взрослые Они как-то Посвободнее А с ребенком Хочется Чтобы у ребенка Было все В доступе Свободном А ребенок Тоже Как в тюрьме Получается Ему нельзя Объяснить Ты это понимаешь Он не понимает Как будто Ему плохо Делаешь Не специально Как бы Но Не знаю Вот как-то так Вот Так что все Пойдем мы Сейчас домой И так Очень классно Светит солнце Прям я сейчас Загораю Сижу И на море Прямо сейчас Вспомняюсь Вот Египет Я не знаю Мне так Такая жажда Проснулась Вот На море Какой-то Турцию Вот сейчас Было так Сидеть Возле Бассейна Да А как печет Хорошо Солнышко Прямо Прямо Знаете Припекает Прямо Как будто В печечки И конечно Расстраивает Это Хоть мы Не там Сейчас Но Я просто Поняла Что вот Прошлую весну Я ее не заметила И лето Именно из-за того Что погода Была всегда Такая Какая-то И жарко Не было И не было Холодно Но Я привыкла Что летом До жара Все Мы побежали Субтитры Продолжение следует... Мы гуляем под дождем. Здесь такие пахнущие красивые деревья цветущие. Вот это вообще офигенный комплекс. Здесь закрытая территория, нет машины внутри. И мы хотели здесь квартиру, но она была дороже, когда мы переезжали в Верпень. Вот эти деревья. Так пахнут вкусно. Не хочется уходить. Здесь такая маленькая зона. Отдых, аман скамеечка. Там площадочка. И дождь пошел. Мы играли вообще на детской площадке. Но не на площадке, а на такой песочной площадке, где нет горок. И там много детей было. И мы убежали от дождя. И пошел дождь и солнце вышло. Сейчас будет, наверное, радуга где-то. И дочка, слушай, у нас есть тоже вот эти мыльные шипу, бульбашки. И мы все время забываем их на улице использовать. Ну, все-таки все, ребенок смотрит мультики, ей же ничего не надо. Да, она когда мультики, так... Ну что, Сонечка, она пока смотрит мультики, сделаем пару кругов. Да, да. Такая классная погода, честно. Я не люблю дождь, когда просто дождь. А куда мы пойдем? По фортуне погуляем. Я вот людям пока... Вот туда прямо пошел. Мне нравится вот эта зона, смотри, какая красивая. Мне очень нравится. Такой этот японский сад. Здесь пахнет цветением. Вот смотри, видишь дорожки с таким каким-то посыпкой коричневым? Вот это мне такое нравится для частного дома, вот когда земля вот посыпается. Я не знаю, как это называется. Смотри, как красиво. Я тебе про это говорила. Ага, да. Я не буду снимать людей. Там разноцветные. Так и у нас тоже есть. Мы взяли с собой. Вот видите, тоже еще деревья цветут. Там еще тоже площадка. Видите, вот площадка. И там площадка. Прекрасный вообще комплекс. И он рядом с нашим домом просто... Сейчас Ира будет делать распаковку того, что я купила. Только быстро, потому что у меня места очень мало. Кстати, нам поклеили обоги, но я ей не покажу. Потому что я не брала. Это просто мне носочки нужны, потому что у меня... Они здесь начали быстро снашивать. Кстати, я нашла, первый раз в жизни видела каша. Вот такая, с трубочкой. Бэби, бэби сырки. Каша. Представляете, вот я разные взяла. Там вообще последняя взяла. Да, мы сейчас будем салатку. Смотрите, молочная, горчана, каша. Детская. Вот эти, кстати, блины очень вкусные. Вот, с абрикосом и персиком. Сейчас покажу. Я просто хотела... О, это тебе, снеки. Кстати, какие-то оливки... О, сразу схватило. А я жена. Смотрите. Оливковые снеки. Там, кстати, разные были. Но я взяла пока попробовать лаванда. Что-то тут. С лавандой, короче. Я не знаю, что это, но... Вот, смотрите, здесь еще одна каша. Я три разных вида. Это пшеничный. Айран Ира очень любит вот этот с укропом. Пшеничная каша, гречневая каша и рисовая каша. Вот. Там было три вида и всего четыре вот таких упаковочек. Я просто взяла разные виды сыр. Это я люблю творог. И новинка. Я не видела, что это новинка. Это Эви очень любит наклейки. Они стоят дешево. Пять гривен. Колбаска нам на вечер. И может быть еще на утро. Это филе индюшки. Завтра будете суп парить. Потому что я завтра по делам уезжаю. Они останутся без меня. Будете суп парить. Потому что у нас закончился, да, суп? Мы доели. Да, доели. Вот. Ничего особенного. Это булочки две для Эвочки. Или для меня. А мы сейчас будем салат кушать. Давай быстро салат готовим и кушаем. У нас моцарелла еще в холодильнике есть. Поэтому я одну брала. А то Ира всегда говорит, что я беру очень бедно. Знаете, если чего-то беру, то так очень мало. На одну порцию. А смотри, мы подмели, но не собрали всего. Да, это волк. Волк. Это Мишкина еда. Если ты все высыпешь, дочка, придется собирать. Не получается. Хорошо. Хорошо. Что-то, 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 что-то. Ирина. Эви, а как говорит курочка? Эви, как курочка говорит? Курочка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Молодец. А как говорит котик? Котик, Эви, котик. Котик, как говорит? Как говорит котик? Миша, не отвлекай нас. Эви, как котик говорит? Котик, как говорит? Как говорит? Как? Ну, ты же знаешь, как. Китя, китя. Китя, а как говорит? Хорошо. Хорошо. Как говорит корова? Как корова говорит? Как говорит корова? Отлично, говорит корова. А как говорит петушок? Как говорит петушок? Петушок. Ку-ку-ку-ку. Эвичка, а как собачка говорит? Собачка. Она сейчас немножко отвлечена. Собака. Как говорит собака, Эвич? Миша, отстань уже. Собака. Миша, как... Эви, как собака говорит? У нее свои дела, а вы со своими нехвили собакой. Как говорит? Кря. Кря. Как уточка говорит? Кря. Кря. Тринь, 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 тринь. Хорошо. Она думает, что это мы так говорим. Эви, слушай. А как говорит собачка? Собака. 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 Как говорит собака? Нет. Ка-ка-ка-ка. Молодец. Отличная весело. Он хороший. Конечно, хороший. Как тебе больше нравится? Грызем? Грызем? Грызем. Грызем. Только не перепутай своими пальцами. Видишь, он уже намного спокойнее себя ведет. Когда первая. Только хотела вам снять Сонечку по секрету. Как она проводит свое время, когда ребенок спит. И не получилось. Она сразу меня засекла. Я снимаю на телефон Ирой, потому что у меня на телефоне место закончилось. И я его не могу так быстро почистить. Иду сейчас посмотреть, что там наши ремонтники сделали. Ничего сегодня не делали. Вот. То, что я просто так пришла. Посмотреть. Ай. Хорошо здесь. Окошко открыто. Вот. Поля. Хороший вид. Здесь прям хороший. Потому что расстояние до домов такое маленькое. Здесь просторно. Так, это у нас. Тут караван. Вообще, очень достаточно места. И так надеялось, что здесь что-то будет. Стены селенькие такие получаются. Вы знаете, очень сложно выбрать розетки. И я расскажу вам, что подробнее про розетки. Розеток на большую квартиру очень много. Когда человек не сталкивался ни разу с ремонтом. Ну, не сталкивался. Я говорю тем, который не сталкивался. Ему кажется, что их мало. Потому что он видит там, например, кусочками. А помимо розеток есть и выключатели. И есть рамки. И рамки всегда продаются отдельно. Под розетки. И вот я вам скажу, что здесь, на эту квартиру, на розетки. Ну, розетки надо покупать хорошие. То есть, не просто так. Надо в этом разбираться. Не какие попало просто пойти купить в первый попавшийся магазин. А нужно разобраться вообще, какие фирмы бывают. Какие предназначения для розеток. И выбирать уже что-то такое более-менее нормальное. И строители вам никогда не скажут, что вот вам нужна там одна такая с влагозащитой. Они просто вам напишут список. Вы уже сами там будете себе подбирать. Вот. И, например, в ванную нужна влагозащита. Ну, чаще всего продаются с IP44. Есть влагозащита там от 0 до 65 вроде как. Ну, может я ошибаюсь. Может еще выше есть. Но вот стандарт это 44. И вам нужно желательно купить для ванной вот такую розетку. То есть, отдельную. Потом рамки и розетки, они все должны быть из одной серии. И мало того, что одной фирмы. Нет, вообще, конечно, могут розетки быть в разной комнате, разной фирме. Это не сильно критично, если они похожи. Но вот серия должна быть одна. Иначе они просто не подойдут друг к другу. Понимаете, когда я столкнулась с тем, чтобы заказать в эту квартиру, то здесь, получается, есть серые стены, есть белые в детской. И есть ванная. Есть еще кухня. Тоже там особый разговор в ванную я хотела... Сейчас я отключу свет. Ванную. Я хотела в ванной черные. Потому что у нас здесь будут черные элементы. Черная тумба подрапливанная будет. Поэтому я хотела черные. Вот сюда у нас тут получается розетка и включатель подсветки. Вот зеркало. И я столкнулась с тем, что нет черной розетки с защитой IP44. И не на той фирме, которую я хотела. Она еще чаще всего с крышечкой сверху. То есть такие розетки, они всегда с крышечкой. И получается, что я нашла под эту стену эту фирму только слоновая кость. Там есть вот это с этой защитой. Потом у нас будет полотенце-сушитель. Тоже черный. Здесь тоже должна быть розетка. И вот... В общем, слоновая кость... То есть на эту комнату нужно отдельно покупать слоновую кость. Выбрать все на сайте. Под кухню там, получается, есть стена. Я решила здесь вообще скомбинировать. Возможно, здесь будет черная рамка. Просто слоновая кость одна розетка. Включатель черный. Оно будет смотреться нормально. Ну, посмотрим. Может быть, будет все слоновая кость. На кухне, получается... У нас есть стена, за которой... Здесь будут шкафы сплошные. Получается, за этими шкафами розетки не будет видно. То есть можно их купить вообще простые и любого цвета. Например, белые. Я вам скажу, что розетки цветные всегда дороже, чем белые. И если... Ну, можно сэкономить, то лучше экономить на каких-то розетках. То есть вот за шкафы купить белые. То есть, понимаете, вот этот список... Все нужно расписывать. И потом еще строителям как-то тоже разложить их, чтобы они не запутались, где какая. Потому что они же не знают моего замысла в голове. Потом есть... Если у вас есть дети, то розетки должны быть со шторками. Для надежности. Ну, для защиты, короче. Вообще, со шторками... Тоже такой разговор отдельный. Потому что они, во-первых, дороже. Во-вторых, они не везде нужны. Понимаете? То есть вы покупаете кучу розеток. Там части со шторками, части без шторок. И это нужно все рассортировать. Вообще, сначала даже перед покупкой. Надо все это на сайте очень тщательно выбрать. И ничего не забыть, не пропустить. Вот. Там. Выпустим, рамки. Тройные, двойные. Ну, по цвету, то есть под розетки. Вот эти со шторками. Они обязательно должны быть снизу. Ну, я так считаю, если есть дети. Обязательно. И в детской комнате. Вот. Например, за шкафами со шторками вообще не нужно. Потому что, ну, их один раз включат. Там холодильник, например. Он будет все время включен. Там, где дети не достанут, например, в спальне взрослой, тоже можно без шторок. Потому что это сэкономит деньги. И получается, что я уже несколько дней не могу выбрать эти розетки. Ира бы я не понимает, потому что она бы пошла в ближайший магазин, продиктовала список. И они бы ей выбрали. Но это бы привело к тому, что часть розеток пришлось бы потом докупать. Потому что у нас тут есть перекрестные выключатели. Это когда можно с одного места включить свет в другом месте. И вот такие выключатели, они есть не у всех фирм. Плюс еще надо по цвету подобрать. То есть выключатель перекрестный подобрать того же цвета, как вы вот по всей квартире выбрали. Его может просто не быть, не существовать. Вот понимаете? И поэтому вы выберете все, и останется перекрестный этот выключатель. И вы его не найдете. И что вам делать? Ничего. Потому что у вас уже, например, рамка под него подобрана. Двойная, например. Рядом с этим выключателем стоит выключатель, который вы уже выбрали, купили. А этого перекрестного у вас нет. И короче, из-за этого у меня как-то очень много времени уходит. на то, чтобы выбрать это. И еще сайты я нашла, где нормальные цены. Но на этом сайте, когда я кладу в корзину уже кучу всего. Там, не знаю, 50 позиций или еще больше. Я, например, потом убегаю куда-то к Эви. Потому что она просыпается. Закрываю этот сайт. Возвращаюсь. У меня корзина обнуляется. Ну, вот такие вот дела у нас. В общем, розетки это самое худшее, что нужно выбирать. Ну, для меня. Потом еще нужно выбрать нам плентуса. Плентуса. Это тоже. Ну, знаете, есть просто плентусы дешевые. Очень дешевые. Пластиковые такие. Очень сильно эконом в порядке. Я такие не люблю. Ну, вообще мы в той квартире такие не ставили. Мы ставили хорошие. Плентуса дорогие. И нам их поставили плохо. Они были дорогие, но поставили плохо. В итоге они выглядят плохо. То есть мы как бы потратили деньги, а не получили качество. А сейчас я хочу выбрать что-то среднее, но дешевое вообще не хочу. Оно должно быть под цвет пола. Или под цвет двери. Если под цвет двери, то плентус должен быть шириной такой же, как наличник. Это как бы для визуальной красоты именно так должно быть. Поэтому нужно выбирать, если он не такой ширины, то нужно выбирать либо под цвет стен, либо под цвет пола. Ну, конечно, лучше под цвет пола. Потому что у нас пол везде одинаковый. Вот. Под цвет пола нужно еще поискать. Сами понимаете, что нужно еще найти этот принцесс хороший и заказать его на всю квартиру. Это у нас детская люстра. Немножко открою. Я же не показываю. Вот. Может вы что-то поймете, может вы ничего не поймете. Вы видите уже, когда она будет висеть. Тут всякие висюльки. Это висюльки будут. Вот, смотрите, луна. Там еще что-то. Звездочки. Звездочки, луна. Наверное, звездочки, луна и все. Вот. И она будет разноцветная. Ну, там будет подсветка разными цветами. Должно быть красиво. Хотя она небольшая. Но вообще нормально для размера этой комнаты. Здесь мы поставим кровать. Мне так жаль, что они сегодня ничего не сделали. Я хотела здесь увидеть фотообои. Реально. И вот это что-то такое? Вот что это? Почему они здесь? Почему здесь так плохо покрашены? Вот здесь, кстати, нормально. Не, ну вот что-то еще. Ну ладно, они подкрасят. Все, я пошла отсюда, потому что мне надоело. Надоело. Знаете, мне бы хотелось быть ремонтником. Или как их можно назвать? Как называется вот их профессия? Или дело, которое мне назовется? Мне вообще кажется, это же не профессия делать ремонты. Причем мне бы не хотелось делать ремонты людям. Потому что мне бы хотелось, знаете, делать ремонты, а потом эту квартиру уже с готовым ремонтом продавать. Потому что мне кажется, я бы не смогла смириться с тем, что вот люди мне говорят, подбирают, например, материал какой-то, который мне не нравится или не сочетается. Вот я бы не смогла там сделать ванной плитку красно-зеленую, например. Просто я бы отказалась просто. Поэтому мне вообще интересно вот там покраска стен, все укладка, это все. Я в этом не сильно разбираюсь. Но мне бы хотелось этим заниматься, разбираться в этом. И делать это качественно. Вот. И делать красиво. То есть там сочетать что-то. Конечно, я училась на дизайнера. Не доучилась. Но я говорю именно о работе руками. Своими руками. Чтобы все это уметь. И потом готовые работы просто реализовывать. Вот. Как-то мне просто это особо интересно. Я пришла, я снимала видео на твой телефон. Мы заказали с Сонечкой шашлык на дом. Вот такой мясной дом. Это они продают мясо свежее. И они же жарят шашлык. И развозят его. Ну, за пожарку понятно, что они берут деньги. Вот. Я заказала три вида шашлыка. А Сонечка говорит, вот я хочу еще что-то вроде как овощей. А они же не специализируются на этом. Вот. Ой, какой красивый. Да, там люля есть для нее. Она такое поесть. Люля как конфетка. Секундочку. Делаем маленький наклон. Может, Сонна потом вырезает. Не получается. Ну, в общем, там люля лежит. И здесь, значит, лежит... Делаем маленький наклон. А это получается телятина, баранина и свинюшечка. Давай тебе и кусать. Доченька, давай меня подбарить. Короче, я рассказывала вам про розетки. Я, наверное, не договорила, вот что это, в принципе, на сумму. Но так приблизительно мы посчитали, что на 300 евро выходит. И потом оказалось, что когда мы начали искать, у нас там есть один перекрестный двухклавишный выключатель. Оказывается, что его найти очень проблематично. Именно двухклавишный. То есть, одноклавишных их полно. Двухклавишный есть у одной фирмы, АББ, Зенит. Вот, но он под заказ, даже на сайтах, которые я находила, там под заказ та же цена не указана. И у нас просто все остальные серого цвета должны быть. А здесь, знаете, просто белый хотя бы. Речи о том, чтобы найти какой-то другой цвет, вообще не может быть. Потому что их вообще нет. Это очень... Ну, он редко запрашивается. Перекрестный это когда можно включать свет, выключать, включать с трех мест. То есть, ставится два типа обычных проходных и один третий перекрестный, чтобы можно было с трех... Короче, три точки. И у нас такой вот один-двухклавишный и еще два одноклавишных перекрестных. Короче, когда мы это все планировали, нам никто не сказал, что этот выключатель сложно найти. И вот я уже заказала в детскую, в кухню и в ванную, а этот, получается, в спальню нужен. И мы будем еще искать, но пока что не получилось найти. И плюс к нему нужно еще найти тоже. Он дорогой и к нему он будет в двойной рамке и там розетка. Получается, что рамка должна быть этой же фирмы, ну, и розетка. А если делать по всей комнате этой же фирмы, это будет очень дорого. Получится, что другие в этой комнате будут розетки другой фирмы, а именно этот с этим выключателем будет тоже какой-то отдельной фирмы, потому что невозможно найти. Нам поклеили обои вчера. Пока не буду показывать, пока нет пола, потому что они такие нестандартные, и нужно их смотреть вместе с полом. А я варю суп какой-то такой весенний. Скоро уже доварится, Эвичку надо будет спать положить. Сегодня еще схожу, покажу, посмотрю, что там сделали по ремонту. Вот, а когда мы уже туда переберемся, я здесь подкрашу стены. Силикон поменяю в ванной, потому что у нас там черный грибок, там нужно силикон подороже взять. Плохо то, что когда делают ремонт, вот такие расходные материалы обычно строители сами покупают. И они берут дешевое, конечно же, потому что они просто вам стоимость включают, в стоимости работ. И силикон в ванной, вот в силиконе там где-то эти щели, и нужно его брать дорогой, потому что дешевый может пойти грибком, а ванная это такое место, где грибок очень даже быстро появляется. И у нас здесь вот на этом силиконе грибок появился, да, давно уже.